13.06 Кирова, это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, и своё особое мнение будет высказывать сегодня руководитель клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжелин. Алексей, добрый день. Добрый день. Вот так вот я дозвонилась до Алексея вчера, после того, как была закончена, сколько я понимаю, литургия, да? Нет, там был молебен закончен. Молебен, извините, я плохо разбираюсь, большое мое упущение, надо разобраться поподробнее. Был молебен по окончании Великорецкого крестного хода, о котором мы и поговорим с самого начала, но я сразу скажу нашим слушателям, что не только об этом событии мы будем говорить, но я считаю, что оно действительно очень важное, тем более, что есть о чём здесь поговорить на самом деле. Написали, естественно, об этом событии практически все смертные, в частности и федеральные, потому что мы ощущаем, что Великорецкий крестный ход приобретает всероссийское, может, даже международные масштабы. Цифры, которые назывались в этом году, они просто какие-то огромные. 35 тысяч, насколько я понимаю, в самом ходу участвовали, и ещё порядка 40 тысяч прибыло в Великорецкое. Давайте, во-первых, я вас прошу, вот вашу историю попрошу вас рассказать, почему вы отправились в этот крестный ход и в который раз, кстати. Ну, я хожу уже давно, и, конечно, я не до конца, не каждый раз доходил до конца, это было всего два раза. Несколько раз мне приходилось идти до Великорецкого, где-то уходить раньше, по причине либо командировки, либо отбитых ног, и это тоже бывает даже у опытных, по-группу иногда случается. Почему я пошёл? Потому что, ну, душа просит, душа просит. Вот, такое большое событие, такой большой праздник, конечно, трудно остаться в стороне, такое единодушие. Действительно, очень много людей приезжает, и из других городов с ним постоянно встречаешься, и грязным ходом общаешься, и с других стран постоянно, и японцы разные, и так далее, кого-то, и это очень радует. Очень радует. Что касается числа людей, действительно, в этом году было по ощущениям больше людей, как в самом ходу, так и на берегу Великой, потому что, если в прошлом году мы могли на берегу Великой подойти, хотя бы на серию на храму, да, то сейчас только с краю стояли, и службы ещё было, четыре целых службы, две ночных и две утренних, и яблоку не было, где упасть, и народ всё пребывал и пребывал. Давайте мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, и всё-таки хочу понять, каким Вы идёте в крестный ход мыслями, задачами, и, может быть, Вам удалось с кем-то пообщаться, познакомиться, с чем идут люди? Ну, люди, конечно, они идут в первую очередь помолиться, потому что крестный ход — это богослужение, считается особое богослужение, это трудная задача, надо много идти с грузом вещей, которые необходимы в дороге, вот, и, конечно, люди, идут, молятся, почему пешком, да, например, мы могли бы перевезти эту икону на машине, там был обед дан, там, 615 лет назад, икону доставлять на её место, этот обед совершается до сих пор, обещание, но люди идут пешком, почему, потому что, потому что, ну, каждая своя, скажем так, задача, но в основном помолиться, покаяться, может быть, да, вот, поесть какой-то крест небольшой, там, скажем, в этой жизни, потрудиться ради Бога, ради собственной души, вот, и вот этот вот напряжённый труд, который происходит, он сопряжён с огромной радостью, которая получается, когда приходишь туда, например, когда обратно приходишь, когда постоянно как-то молишься и так далее. Что касается других людей, там, очень интересные люди попадают, вот, когда я шёл в 2009 году со своим товарищем, он мне сказал, что каждый человек личности, действительно, ты, вроде бы, с виду незрачный человек, там, надеты все просто, вот, но, когда ты начинаешь общаться, там, у него внутренний богатый мир, там, ты понимаешь, что перед тобой через большую руку. Это, действительно, очень много интересных людей попадаются по дороге и с кем-то знакомишься у всех в своей жизни, в своей интересной истории. Ну, задачи, которые вы обозначили, я так понимаю, это были ваши, они такие достаточно общие, каждый год и каждый день перед каждым человеком стоят. Наверное, там были люди, которые шли с какими-то конкретными задачами на этот коррестный ход, может быть, болезнь какая-то и решение бизнес-проблем, я знаю, даже ходят. Ну, люди, люди действительно ходят с разными, с разными задачами. Что касается, если про себя, то идёшь, ну, подумать, помолиться, попросить, приобщиться. А вы себя можете назвать глубоко верующим человеком? Глубоко верующим назвать я не могу, но верующим могу назвать себя. Глубоко верующие люди, я их встречал, в том числе, крестный ходу, это люди, с которых надо брать пример, это люди, опять же, большой буквы, да, но я не такой пытаюсь. Ну, вот, такое шествие, такой длинный ход, он вас в вере утверждает? Конечно. Каждый год. Он предъявил себя. Конечно. А почему, знаете, вот есть такая фраза, что хотя бы раз в жизни надо сходить в крестный ход. Но если ты сходил уже один раз, ты хочешь каждый год ходить, вот это тоже, потому что я видел, с какими слезами люди выходят из хода, или с какой-то скорой люди провожают ход, или там, которые не могут идти, те, кто ходил раньше, например. Это действительно так. Каждый год туда, ну, душа просит туда присоединиться, вот и в этом году так же точно захотелось. Да, вы сказали, что были там иностранцы, вы встречали, да? А иностранцы так, скажем. Кто это? Я с ним не общался, но из разных стран приезжаю, точно не могу сказать, но вот один раз видел японцев, да, то есть там настоящие японцы, переводчик. То есть они пришли в начале концерта. В одни, вот в какие-то прошлые года, по-моему, я видела целую делегацию с Украины. С Украины очень много людей в этот раз, очень много людей. А откуда с Украины? Луганск, Луганск и Киев есть, то есть как бы они просто общаются, то есть ты с ними разговариваешь, ты слышишь их разговоры и на эту тему там… Из Луганска, из Киева. Из Луганска, да, 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 очень много людей. Они молятся о мире, потому что им очень тяжело, у них же там гибнут люди и там близкие и так далее, то есть домов нет, ничего нет. Конечно, мне кажется, наплыв увеличился, я точно не знаю цифры, но по ощущениям, что их больше, чем раньше. Вот, хотя у меня был такой интересный случай, я в Калужской области там лет пять назад познакомился с человеком уже ближе к положилом возрасту, в Украины и познакомился с Михаилом из Луганска. И мы с ним разговаривались, он оказывается в 2009 году, в тот год, когда я ходил туда-обратно, был в крестном ходу. Брат мы это вспомнили, в Минянской улице и так далее. И вот мы с ним договорились встретиться, и вот особенность одна из крестного входа, что ты можешь там встретить людей, совершенно не договариваясь о месте встречи, отдать встречи там вот несколько десятков тысяч человек, а ты взял и с ним встретился. Вы знаете, такое ощущение, когда такие страшные вещи происходят, как сейчас на Украине происходят, мы знаем с вами, что даже самые близкие люди, друзья, родственники, мужья, жены, ссорятся, когда находятся по разной стороне от линии, можно сказать, на противостоянии. А вот в течение этого хода, когда вы говорите, там были и киевляне, и люди из Донецка, не возникали конфликты какие-то? Вообще в крестном ходу всегда все происходит мирно. Единственное, что смущает может быть людей, это псевдоправославные люди, которые ходят и начинают лозунги. Они выглядят очень интересно, даже как ряженые. То есть не следующий человек может подумать, что перед ним священник, например, ну это и священник. То есть у него в руке большой крест, вот сейчас с нами шел там Микона, там Божьей Матери, одет он в рясу, на голове у него почему-то такая, скажем, архиерейская скуфья, шапочка такая бархатная, скажем так. Посох тоже у него архиерейский, почему-то я не знаю, такой уже, в общем, набор всего, скажем так. Но некоторые люди, которые не совсем разбираются в этом, они, кажется, ух ты туда-сюда, приходят, прикладываются, они там идут, человек тридцать, поют всякие песни там и так далее. Но на них никак не обращают настоящие священнослужители внимания или каким-то образом пытаются все-таки оградить их это общение священнослужителей? Они растянуты в ходу, ход очень длинно растягивается, то есть он идет и они как-то занимают там свое место. А с какими вы говорите, там, с лозунгами даже, с чем они идут? Ну, отдельные личности призывают, там, зацаряю и, наверное, убрать, там, ну, такие горящие глаза, там, ну, некоторые люди откровенно больные, то есть, как бы, бывают. Ну, это единственный случай, единственный случай, но они всегда бывают, каждый год. А в этом году их больше или меньше? Да, я не знаю, больше или меньше, наверное, не больше, но просто так получалось, почему-то они все время рядом оказываются, хотя ход же длинный, вроде бы, там, разрушился и все. Это значит, что их много было? Нет, одни и те же, я про них все же говорю. То есть они перемещаются? Да, эти вот товарищи, которые, да, переодеваются. Точно, ну, то есть их священнослужители не пытались каким-то образом отстранить вообще никого? Ну, там, да, там, там нет таких вот противостояния, каких-то конфликтов, так уж люди, скажем, скромно, с терпением, с терпением относятся там друг к другу, там, с пониманием, с каких-то может идти. А вот я тут читала в новостях, что ночные волки байкеры приезжали на крестный ход, они где вообще находились? Я тоже про это слышал, но я их не видел. Понятно. Давайте поговорим о том, как в этом году был организован крестный ход, потому что, ну, огромное количество людей, это уже само по себе можно назвать там, давайте отстранимся от непосредственной цели крестного хода, что они себе представляют, но это большое количество людей, это некие мероприятия, в том числе и для служб, которые должны обеспечить безопасность, там, сохранность, чтобы люди поели, чтобы им было хорошо и тепло при таком количестве народа. Да, давайте поговорим о том, как был, вот, например, жаловались люди, я знаю, на темп движения. Некоторые говорили, что слишком быстро шли, слишком быстро был задан темп и на это жаловались. Были такие жалобы? Темп, действительно, в этом году высокий. То есть вчера ход пришел лишь 6 часов, ну, 2 часа раньше, даже в Трифонов, Фонсты и так далее, да, скорость была высокая достаточно, с одной стороны. С другой стороны, жалоб я не слышал. То есть вот почему, потому что ты всегда можешь отдохнуть сколько хочешь. То есть там, ты пришел на привал, даже если бывает такое, что икона уже ушла, а ты пришел на привал, то разница во времени 2 часа, она допустима. То есть ты отдыхаешь сколько тебе нужно. Обычно часа хватает, чтобы восстановить силу. Поэтому ты отдохнул час или два или полтора или полчаса сам убираешь и идешь дальше. Давайте о привалах тогда поговорим. Да. Были какие-то отличия в этом году, как они были организованы? Они организованы, как обычно, всегда на хорошем уровне. То есть, ну, ничего такого специального. Для людей, которые, например, ни разу не бывали или были давно, как вот это сейчас? Ну, там выражается все в поддержке. Везде спасатели идут вместе. Ребята молодцы. Им надо, конечно, сидеть перед ними шляпом. МЧС. Да. МЧС, врачи там все идут. Они всегда рядом. То есть, как бы, когда кому-то становится плохо, это всегда бывает. Идет крик врача-врача по цепочке, врач быстро приходит. То есть, кто-то сбил ноги, его усаживают, значит, перебинтовывают ноги. И кого-то, значит, ждут машину, довозят. То есть, все отлажено, как обычно, хорошо. То есть, ничего такого, чтобы там плохо было сделано в этом году, не было. Всегда хорошо все дело. Я даже слышала, что можно было в камеру хранения своеобразную передвижную сдать груз, который ты уже не можешь. Слушайте, да, это уже не первый год, и это просто счастье какое-то. Потому что тащить все нереально. Вот, если мы в первые годы как-то все пытались, что-то умудряться там нести, да. Потому что спальный мешок и палатка – это очень тяжело. Сам рюкзак, чтобы впихнуть это дело, он тоже нелегкий, да. Поэтому, конечно, ну, очень многие люди сдают вот эти самые тяжелые вещи, которые нужно только ночью. И это, ну, это благо. То есть, там, большой поток желающих. И мы тоже, ребята, благодарны за это. За такую вот, как бы, за такую находку, да, что вот это появилось. Это же не всегда будет всего лишь несколько лет, там, два-три года, четыре, может быть, не знаю. Ну, и вот мы добрались до вопроса, который Вы уже затронули. Это непосредственно, когда крестный ход пришел в Великорецкое, поскольку туда приехало очень много людей, больше, чем шло. Вы сказали, что Вы только с краю смогли там постоять, что было трудно пробиться, там, окунуться в реку, пробиться к службе, к месту службы, к священникам. Как это все было? Ну, с краю, смотрите, там, то есть храм на открытом пространстве находится, на берегу Великой, места как бы всем хватает. Единственное, что я отметил, что в этом году я стоял на дороге, а в прошлом стоял в середине вот той массы людей, которая была сейчас на берегу реки. Но так как все организовано, опять же, хорошо, все слышно, все видно, то с любой точки, то есть, ты все равно принимаешь часть его служения, где бы ты ни стоял. А как это слышно? Там были усилители? Да, там паркура. А паркура была? Да, там иначе не слышно будет нереально. Слишком много людей, там несколько десятков тысяч лет. А что касается реки, там вообще без проблем, особенно у мужчин у них всегда быстрее получается, чем у женщин. Понятно. Давайте поговорим еще вот о чем. Знаю, что всегда во время крестного хода организуется торговля. Только не знаю, поскольку у них сама ни разу не была, это только в Великорецком или на Привалах тоже. Как это было организовано в этом году? Потому что, когда крестный ход начинался, вот с коллегами поговорили, кто ходил в самом начале, они рассказывают, что были только церковные лавки, которые соответствующие товары предлагали. Сейчас как-то по-другому все. Как? Ну, опять же, из года в год резкой разницы в этом году нет. То есть, из года, разве что матрешки крупные, про которые я сейчас тоже скажу. В самом Великорецком больше всего стоит торговых палаток, повелеветов. И это нормально, потому что люди подходят, покупают сувениры, там, народные промыслы. Ну, я здесь не вижу ничего такого. Какие? Это праздники. Налинская матрешка вот постоянно каждый год присутствует. Я все не рассматривал, там их много очень. Ну, народный промысл практически там многие собираются. Вот. В этом году была фабрика больших матрешек. Мы с вами знаем, что это такое мини-торговое, как бы, такое оборудование, да? А они с какими целями? Они выставили. Я думаю, что они выставили с рекламными целями. И, как маркетолог, я считаю, шаг очень хороший. Потому что фотографировались все. В Инстаграм у страны разведется точно это все. Потому что, ну, и мне тоже очень не понравились. Я первый раз их в живую видел так близко. И в ассортименте, скажем так, да, сфотографировал несколько раз тоже сам. Ну, сам не стоял у нее, но так вот со стороны сделал несколько снимков тоже себе на память. Одежда какая-то была? Одежда, да. Что-то продавалось. Ну, вот мед продавался там. Ну, не знаю. Это праздник, понимаете. То есть, как бы… Примерно то же самое, что на ярмарках продаются, например. Да. На днях, например, в Кировской области где-нибудь. Да, наверное. То есть, это уже такое… Ну, нет лишних предметов каких-то других таких особо не встретишь. То есть, народный промысл, мед, там, ну, поесть обязательно, конечно, что-то приезжают, люди продают. Вятский квас – это пресловутый. Туржунский, кстати, считаю, не доработка. Его там постоянно нет почему-то, да, вятский квас. То есть, надо людям выбор давать, чтобы могли это другую покупать. Ну, то есть, вот мы с вами добрались как раз… Ваше-то отношение, насколько я уже прочувствовала через ваш ответ, что там одежда, сувениры и другие не святые, так скажем, вещи, да, они имеют право… Ну, да, ведь много же людей приезжают из других городов, ведь они, ну, наверное, хотят что-то вести с собой на память, в том числе из, скажем, ну, из народных промыслов. То есть, получается все-таки, что Крестный ход, то, о чем мы говорили уже давно, у Великорецких Крестных ход склонуются своеобразным брендом и даже туристическим продуктом? В каком-то смысле, да. Конечно, как туристический продукт для туристов продавать, наверное, будет сложно, да. То есть, есть понятие «православный туризм», которое тоже надо как-то определить, да, что это значит «православный туризм». Ну, как же, вот, например, мы знаем с вами, что многие туристические агентства оказывают услуги по совершению Хайджа, например, да, под поездком туда в какие-то святые места за границу или не за границу в рамках нашей страны тоже по святым местам. Это продается как туристический продукт. Это, да, вот церковный туризм, православный туризм есть. В Великорецком крестном ходе надо отметить, наверное, следующую вещь. Если люди приезжают верующие, клубы верующие, это для них больше паломническая поездка, такая специальная, такой труд, да, то есть, ну, с чем-то похожее. Тогда здесь возникает вопрос технического характера, как лучше доехать, где там переночевать и так далее. Хотя здесь все мобильно, палатки с собой, то есть, в принципе, где возможно. И там были такие организованные группы, которых привезли на автобусах, например? На автобусах, да, привозят, привозят, именно в день праздника привозят. Чтобы так заранее, наверное, привозят, но я этого не вижу, потому что мы уже соединяемся только 3-го числа, а люди накануне приезжают на поезде. Ну, вот, кстати говоря, я вот помню снова с Украины, когда я видела паломников, которые приезжали. Можно назвать паломниками людей, которые идут в крестный ход? Нет, можно назвать. Вот. Я видела, что они на автобусах приезжали. Ну, это экономичный вид транспорта, он мобильный, то есть, и я в свое время ездил тоже на Украину, в Почаев тоже на автобусе, это очень неплохо. Организованно. Да, да. Ну, вот, давайте поговорим, это ваша совсем тема о Великорецком крестном ходе, как бренде области и развитии православного туризма, возможностей его. То, что это бренд, это, как бы, сильная сторона нашего Кировского края, Кировской области, это, конечно, точно, потому что настолько большой праздник, это не даром называют сырой Пасхой, да, то есть как Вятской Пасхой, потому что вот по ощущению радости, по количеству, вот, как бы, вот этой радости, если можно так выразиться, то, конечно, это очень, мы сравним все с Пасхой, что очень большой праздник, на самом деле, удушевление такое. И то, что очень много людей приезжает, и с каждым годом это число увеличивается, это, конечно, ну, действительно надо об этом говорить. И некоторые говорят, что не все эти об этом знают. Поэтому, конечно, лучше выводить эту информацию, продолжать дальше до людей, в том числе из, ну, даже больше не Кировского региона, да. Чем больше людей узнают, тем больше Липеев приедет, и это хорошо. И дальше, кстати, это хорошо, но дальше начинаются тоже вопросы. Потому что чем больше людей, тем больше проблем по устройству, собственно, этого хода, в том числе по устройству села Вилокорецка, которая должна принять всех этих людей. И Кирова тоже, который тоже должен принять все эти вопросы. Вот здесь как раз надо провести черту, скажем так, да. Вот если это паломники, верующие или глубоко верующие люди, да, то… Они тоже люди. Они люди, да, но им достаточно палатки, которые у них с собой в руках, грубо говоря, остального достаточно, хватает. То есть есть большие палатки на всех местах. Ну, то есть нет такого случая, что кто-то там на улице остался, там, под дождем переночевал. Ну, это есть случай. Я прошу, конечно, прощения, но это такой вопрос интересный. Когда идет много-много-много тысячная колонна людей, они, извините, должны где-то, в конце концов, даже в туалет сходить. Вот просто вот на такие какие-то вещи, ну, еда может продаваться, наверное, да, вода может продаваться, там, туалет, он тоже платный? Туалет, я не знаю. Есть биотуалеты на больших стоянках, ну, и, конечно, этого количества, ну, наверное, не хватит. Ну, люди как… Ну, то есть мы понимаем, что цивилизованная какая-то трудесса много, это ясно. По-другому-то никак просто нет. А, то есть вот лес все-таки, да? Потому что в лесу очень большая часть пути проходит по полям, по лесам, это надо понимать, то есть 80% стоянок. Ну, надо понимать, и какое количество людей идет вместе. Ну, это же природа… Разновозрастных… Хуже от пластиковых бутылок. Вот это вред экологии, можем нанести пластиковым бутылком и мусором. А, вот, кстати, что с мусором? Да. Но я видел, что очень многие люди несли мусор в руках до момента его выброса, то есть когда вот находили такое место, когда выбросали, что вот так разбрасывали… Ну, я не знаю. То есть на стоянках были организованы мусор-разборники? Специальных не было, но… Не было специальных? Это не было важно, да. Просто брали с собой его, его немного же на стоянке. Это мне кажется все-таки важно, когда речь идет уже о таких цифрах. Возможно, важно, да. Там, знаете, просто есть добровольцы, которые до хода и после хода они территорию прибирают, потом едут по машинам. А добровольцы со стороны какой? Это церковь призывает добровольцев или… Активные люди внутри… Верующие люди сами это делают. Вот… Я так понимаю… Вы должны как маркетолог понимать, что каждое мероприятие, а это все-таки какое-никакое, оно есть, потому что так много людей, оно требует организации. И это нельзя сказать, что просто добровольцы пройдут и соберут, а вдруг не пройдут, а вдруг не соберут. Но это каждый год происходит. Каждый год происходит. А насчет туалетов, их не поставить просто, Светлана, никак это не сделать. То есть смотрите, то есть у ее 36 человек, а стоя на каждые два часа, потому что иначе не выдержать, да. Каким образом их не поставить в каждом лесу, в каждой точке не поставить? Просто нереально. Ну а просто если будет разрастаться крестный ход, то это будут проблемы уже. Ну, Кировская область большая очень, она же превосходит по числу… И леса обещает. Да, 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 по территории много стран. Я вас поняла, я все почему склоняю, потому что я была с вами как с маркетологом. Это можно обсуждать на самом деле? Вообще можно выстраивать какой-то бизнес вокруг подобного рода вещей? В прямом смысле, наверное, нет. Но в другом, опять же, люди кушают, где-то ночуют, что-то где-то остаются, приезжают. Это все равно экономика-то, она получает свое. Но специально на этом строить какой-то культ, чего-то продаж, я думаю, что все должно быть около этого, да. Вот как мы говорили про палатки в Сану-Великорецком. Они приезжают и с радостью это делают сами, добровольно там, и все довольны. То есть тут нужна инициатива уже больше от самого бизнеса, например. Тоже журский квас не присутствует там почему-то, да. Ну вот люди, которые 75-тысячные, нельзя назвать толпой, да. 75 тысяч людей. Эти люди приезжают, я имею в виду бизнесмены, выставляют свои палатки с квасами, с квасом, с одеждой, не с одеждой. Но они зарабатывают деньги, наверное, немалые в этот момент при таком стечении. Наверное, их как-то можно или, может быть, даже привлекают к тому, чтобы сам крестный ход снабжать тем же биотуалетами, той же водой, еще чем-то по пути следования. Ну вот я сейчас так представляю, мне кажется, там мало реально на стенках это все есть. Вот где-то все пришли в село в Загоре, там, конечно, это есть. Ну то есть мы с вами просто не в курсе. Да, а в самом вот на лесу и на поляне, мне кажется, это бессмысленно просто. Ну не знаю. Мне бы было бы. Просто мы люди городские, да. Люди городские. Да. То есть вы пока не представляете себе, как строить бизнес вокруг крестного хода, помимо того, что просто палатки в Великоредске. А надо ли? Просто само собой образуется вот так, как сейчас. И, наверное, это достаточно. Потому что можно перегнуть палку, там ведь особый дух, его нельзя ломать. То есть это какая-то аккуратная вещь. А еще вот есть такие православные туристы, если так можно выразить. Это аналогично те, кто по Золотому кольцу вот просто ездит, просто Дуба смотреть. Да, они тоже вот, их тоже надо приглашать, пусть они приезжают до 6-го числа. То есть это не совсем там глубоко верующие люди, это люди, которые интересуются историей, например. Которые 6-го числа приезжают часто такие вот как раз оттуда. Которые приезжают прямо в Великоредске. Да, да, да. Им нравится тоже это ощущение праздника. Которых еще большее количество, чем те. Да, да. И это тоже хорошо. Ну, так. Хорошо. Следующие темы мы сейчас, наверное, их обозначим, а после рекламы короткой к ним перейдем. Ну, во-первых, не знаю, успели ли вы уже посмотреть на то, что у нас здесь происходит, но у нас строится очередная многоэтажка в историческом центре города. И эта многоэтажка строится на перекрестке Мопра и Казанской. Одиннадцатиэтажный дом. Соответственно, по поводу этого строительства возбудились теперь уже не только активисты, но и Кировский УФАС. У него появились вопросы в связи с этим строительством. И поскольку это действительно, как мы понимаем, и никто не отказывается, в том числе администрация и исторический центр, да, тот самый, который тут так долго обозначали, то мы поняли самые простые правила, которые там должны исполняться. Этажность не выше определенного количества, не больше, там, по-моему, четырех, ну, наверное, максимум пяти четырех. Не использовать новые материалы, эта пресловутая плитка, которая сейчас все облицует и так далее, и так далее. Ситуация вообще не новая, я бы сказала. После всех обсуждений постановлений прошлого года казалось, что, может быть, что-то изменится. А нет, мы смотрим. Вот вообще как вы это расцениваете? Это неизбежность или в нашем городе возможны все-таки изменения? И тогда когда? После того, как там Думу переизберут, например, или после того, как просветительскую работу со строителем проведут? Вообще, когда-нибудь подобная практика может прекратиться, или это нормальное, как многие говорят, развитие цивилизации городской среды, никуда не уйдешь от многоэтажек, в том числе и в историческом центре? Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а потом вы ответите. Прошу. Продолжается программа «Особое мнение». Напоминаю, что вы сегодня слушаете особое мнение руководителей клуба маркетологов Кировской области Алексея Джерина. И мы остановились на вопросе строительства многоэтажек, свечек, как мы их называем, в исторической части города. И в данном случае идет речь сейчас о свечке, которую строят на перекрестке улицы Мопрой и Казанской. Там уже заложен фундамент, насколько мы видим, по фотографиям, по заявлениям. А там в этом месте строить такие здания нельзя. Но, оказывается, можно. Вот вопрос у меня простой. Вы считаете, это порочная практика или это нормальное движение цивилизации, урбанизация такая происходит? Если вы считаете, что это порочная, то тогда кто и когда это может прекратить? Действительно, во многих городах, включая Париж, Лобнон и так далее, то есть это контрастное сочетание, которое режет глаз, оно возникает. И там, и там это все есть. С другой стороны, ну уж историческая зона у нас, Кировская, там уж исторически не взять, да, то есть в самый простуде центр этой зоны, да. И насколько я там изучал этот вопрос, смотрел, нарушений там целого у нас. Нарушений просто, ну а раз нарушения, то, конечно, надо приостанавливать сейчас и это как бы разбираться, что там и как. Потом, я не знаю, не очень глубоко там просто разбираюсь, есть ли там такие лазейки, что значит, вот три-четыре этажа, да. Этажи могут быть разные по высотности, то есть могут быть три метра высотой, а могут быть там под шесть метров высотой, и тогда все равно эта высотка появится даже из трех-четырех этажей. То есть есть ограничения там, допустим, как раньше в Санкт-Петербурге не выше там, чтобы здания не были выше друг друга, да, грубо говоря. Такие были улицы там, что все здания там одной высоты. Вот, поэтому, конечно, мое личное мнение, что, ну, эта высотка там, она, скорее всего, неправильная, да, тем более, что очень горят много нарушений. Но как это все удается, мне вот непонятно, честно, как человек, мне не ясно, каким образом эти нарушения можно было все обойти, как-то так начать строить и так далее, то есть, да. Ну, вот надо сказать, что и глава Департамента культуры областного права Сырксов заявляет, что обошли их совершенно, не получили разрешения, должны были, да. Причем несколько нарушений, не одно аристок. Да. Ну, кстати говоря, предстоительный совет города дал положительную оценку проекта. Вот это исключает, да, почему так произошло. Ведь там архитектор, насколько я понимаю, да, в этом свете есть. И была же такая ацетива. Тоже были. Была ацетива, что были бы общественники какие-либо, да, в том свете. Я не знаю, насколько там анализовалась эта ацетива. Ну, вот, на самом деле, сегодня в 16 часов пройдут общественные слушания. Правда, у меня есть подозрение, что, публичные слушания, подозрение, что там активисты и жители города особо не придут. Ну, может быть, несколько человек, вот, Николай Пихтин собирается. И их мнение, я не понимаю, каким образом будет очередной раз принято и будет ли оно как-то принято. Тут важно, чтобы, наверное, работали соответствующие службы, которые вот заявляют, что есть нарушения. Ну, вы как думаете, вот, по вашим ощущениям, она будет построена, эта одиннадцатиэтажка? Ну, учитывая то, что сейчас вот как раз и руководители служб и ведомства, соответственно, уже публично об этом говорят, то есть надежда, что не будет. Угу. А, в принципе, представляете себе такую ситуацию, что вот говорят, да, а давайте мы вам разрешим строить здесь одиннадцатиэтажку, но только вы за эту землю заплатите вот такую сумму. Когда приводите, в пример, запад, например, где даунтаун, где высотки в центре города, там, бешеные деньги стоят земля. Именно поэтому там высотки, как вы помните, исторически стали возникать. Огромные деньги. У нас ведь как-то, то, значит, стадиончик построят, и потом это тихонечко переведут в другую зону, там, да, уже не в парковую, не в спортивную. То вот здесь тоже непонятно, я не думаю, что огромные деньги были заплачены. Вот если было бешеные деньги такие, на которых город мог бы сразу, там, кусок целых дорог. Не будет столько денег, вот когда Макдональд заходил в парк Кирова, да, вот столько. Тогда не будет и клиентов. Цена сделки была тринадцать миллионов рублей за землю. Да, это высокая цена, это архив высокая, возможно, недоступная, там, нам, кировчанам, да, там, каким-то бизнесменам, кто бы хотел там купить. Но для бюджета, мне кажется, это не большая сумма. Двенадцать миллионов, ну что это? Что на них сделаешь в бюджете? Понятно, что каждая копейка сейчас на счету, но по кускам город раздавают за эти деньги. Ну, когда Макдональд заходил, например, к парку цирка, он как-то стал, знаете, у дороги, у проезжей части, и вполне себе людям, кто гуляет, нравится в парке там сейчас покупать еду. Здесь совсем другая вещь, коммерческая недвижимость. Нет, я имею в виду, что сумму большую все равно не получишь. Какая бы она большой не была, это будет для бюджета все равно не кардинально высокая сумма, которая решит разные проблемы. То есть вы не видите такой возможности, чтобы там бешеные деньги со строителей вообще брать? Они, может быть, и платить-то будут не готовы такие деньги? Да. То есть какая бы сумма ни была, она будет все равно небольшой небольшой. То есть есть надежда, что высотку не построят, и вы считаете, что она не должна быть построена? Да, думаю, что да, потому что раз на таком уровне уже обсуждение идет, то, наверное, что-то будет уже решать не. Хорошо. Но вы свой голос отдаете против. Ну да, надо беречь то, что сейчас любовь к городу просыпается благодаря Антону Красановной Пешковной Вятке, Никите Юрьевичу первый импульс самый, когда в начале первого срока начал нам рассказывать кировчанам, что у нас есть хорошо, да, значит, дал положительный импульс. Поэтому, конечно, очень многие люди любят свой город, и именно его историческую часть надо ее держать. Вот насчет того, как люди любят свой город, хочется с вами поговорить в оставшееся время в преддверии завтрашнего разворота на бизнес. Если ничего не изменится, то завтра у нас с Олегом Пархаренко в развороте на бизнес как раз будет обсуждаться вопрос о взаимодействии власти, властей городских и бизнесменов по поводу того, а не хотите ли вы что-нибудь пожертвовать городу, сделать то, сделать все, и кто вообще должен. Должны ли власти и могут ли власти выходить с такими предложениями, или необходимо дожидаться, пока бизнес сам придет и скажет, я вот такой патриот, я тут готов не только к лумбу, но еще там и велодорожку, и еще там переход. Или, например, как активисты много чего предлагают, в частности, те самые тумбы для отдыха на набережной около лестницы, проект которых мы можем увидеть на сайте и в группах, где собираются деньги на этот проект. Вот это мы будем обсуждать вопрос завтра. И вас в преддверии хочу тоже с этим вопросом зацепить и спросить. Вот смотрите, у нас есть такой пример, достаточно яркий, этого текущего года, я не буду говорить календарного, а вот года такого, да, когда были собраны немаленькие деньги, 12 миллионов, сколько я помню, стоимость памятника от Рифа Мавецкого. Очень быстро был сделан, за три дня проект практически предварительно и был принят. И собраны деньги и поставлен памятник той дате, которую ожидали. В бизнес, понятно, вкладывался. – Очевидно же, что ставили задачи перед бизнесом или нет? – Ну, в любом случае, это же не так просто, пришел туда, постучался, да, я вложу. Всегда идет разговор, предложение, и это надо делать, надо все равно обозначать путь, призывать чему-то, сам себе все равно бизнес. И, во-первых, некогда уже заниматься своими делами, продажами и так далее. Поэтому какой-то клич нужно бросать. – Кто должен бросать этот клич? Вот достаточно ли активистов городских, как, например, активисты движения «Красивый Киров», которые сейчас собирают деньги на тумбы, на набережные для отдыха, фотографирования и загорания, да? Или все-таки имеют право и городские власти, и самые главные лица в городе, а может, в области призывать в бизнес и собирать даже их, и рассматривать проекты? – И все формы хорошие, и активисты тоже молодцы, это здорово, что снизу они идут, там что-то предлагают, собирают деньги, какие-то будут средствами собирать, это очень хорошо. Вот у нас же в прошлом году сделали несколько красивых, там, ну, вроде цирка цветов, там, шеревые формы, да, то есть как бы собрали деньги, хорошо ложились, и это похвально, потому что люди сами организовываются и что-то делают хорошее. – Ну, это активисты. – Да, активисты. Но, когда речь идет о больших суммах, конечно, нужна уже здесь тяжелая артиллерия, то есть тут ничего скрывать, это понятно. Надо уже всемиром собираться, и, конечно, в этом случае большая роль от первых лиц. – А вы изнутри знаете ситуацию? Все маркетологи знают, как часто к ним обращаются городские власти и за помощью? – Ну, часто, не часто, но у нас, в наш личный бизнес в районах, да, к нам обращаются, тогда мы по мере возможности помогаем. – А с какими, например, вопросами или просьбами о помощи обращаются? – Ну, парк, помочь там что-то сделать, что-то оформить, празднику там и так далее. – Благоустройство? – Да, да. – Это благоустройство? – Какие-то призвы кому-то там на праздник там где-то – ну, различные ситуации бывают, у кого в каком районе какие-то свои там задачи. – Есть другая ведь точка зрения. Вы говорите, Вы считаете, что нужно помогать обязательно заботиться о городе по мере своих возможностей. Есть ведь другая точка зрения, что там какие-то серьезные вещи, в частности, оборудование площадок, там территорию около офисов, тротуаров и так далее – вот сюда бизнес не-не. Вот это вот обязательно власти должны сделать городские, какой бы бюджет у них ни был. Или все-таки бизнес не-не-не? Должны и туда тоже вкладываться? – Изначально, конечно, смысл бюджета такой, что действительно за счет бюджета должно делаться. Другой вопрос, что у бюджета Киевской области никогда не было дефицита. Это всегда дефицитный. То есть денег никогда нет. Особенно сейчас, в этом году. Ну, и когда, допустим, бизнес перед своим там офисом или магазином благоустройство территории, я считаю, это нормально. Пусть даже это земляне их там и так далее. То есть и мы так же делаем. Другие многие люди так делают. Вот. Но сейчас просто время тяжело. Пикризис, насколько мы можем понимать, он еще пока продвигают ничего себе. Почему? Потому что мы многие товары пока покупаем еще по старым до кризисным ценам. По старому курсу доллара, а еще кто-то устраивает распродажи, им наличка нужна. То есть мы еще пока не увидели дорогих товаров, можно сказать. Потому что в России столько товаров, что их не купить и их пока очень большая масса, да, там перезагивали. Ну да. Мы поняли, что кризис, да. Все на всех сторонах. И поэтому, если мы допустим на вход в парк в прошлом году там несколько спонсоров нашли в свое время, да. Долгое украинское ресурс. Да. То в этом году мы хотим сделать более качественное, потому что там облезло все, да. И мы не можем найти 40 тысяч. То есть мы все спонсоры прошлого года не отказались, потому что все сейчас очень деньги, как бы, хотя они прошлого года сами предлагали. Вот. Поэтому тут такое дело, если надо, конечно, в диалоге быть, но понимать, при том, что сейчас, ну, бизнес, очень многие за выживание просто борются, да. Потому что вопрос с ребром стоит сейчас у многих бизнесов, скажем так. Ну, а в целом, как вы можете оценить? Можно не разделить бизнес там, например, 50% активно вкладываются и готовы, прямо у них статья есть, а 50% их считает, нет, нам все тоже вот должны это сделать, потому что это по закону там. Как вообще это распределиться? Каждый, который бизнесмен готов быть благотворительным на самом деле? Процент я не знаю, но каждый человек к этому приходит рано или поздно, пусть там может быть не все, но просто в какой-то момент приходят. Тем более еще очень, очень же заражает еще положительный пример, когда кто-то что-то делал, и другие тоже хотят что-то сделать. Это мы тоже вот видели, да. Если кто-то что-то сделал впервые, то сразу обязательно находятся последователи, которые тоже что-то делают. А что это такое? Это имиджевая составляющая или это души стремление, или просто вот эта конкуренция такая? Ну, насчет имиджа я скептически к этому отношусь. Нельзя за счет, скажем так, хороших дел пытаться себе заработать ими. Почему нет? Оно зарабатывается возможно в некоторых случаях, но если человек не стремится к этому, а просто делать. Но не за счет же плохих, правда же? Ну, за счет плохих точно, да, там в обратную сторону. Просто иногда, знаете, бывает так, что человек устраивает благотворительную акцию ради поднятия продаж. Вот это утопично. Почему? Потому что он начинает все это дело рекламировать еще, за свой счет. Но нельзя за свои деньги рассказать людям, что это хорошее. Оно фальшиво немножко. То есть у людей реакция обратно, то есть как бы почему-то молодо. То есть как бы они вот… То есть вы подозреваете некоторых бизнесменов, которые устраивают благотворительные акции в том, что они пытаются поднять продажи благодаря им. Это нормально, как бы многие через это проходят и понимают, что это не приносит эффекта. Но в конечном счете они не перестают помогать, просто делают это уже без шума. Так приходит некое знание, да? И правильные ощущения. Да, это и так нормально идет, постепенно мы уже растем. Наш возраст меняется немножко в старшую сторону. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что вы сегодня слушали особое мнение руководителя клуба маркетологов Кировской области Алексея Обжерина. Приходите к нам еще. Спасибо. До свидания. До свидания.